Доктора физико-математических наук Шишлянникова. Поприветствуем. Извините, пожалуйста. Павел Владимирович, понимаете, сейчас просто люди уже несколько часов писали «Тотальный диктант», потом «Уважаемый космонавт» все это рассказывает. Давайте не будем, тем более вечер. Мы на самом деле сейчас вам расскажем истории про мечтателей и супергероев. Извините, а здесь же есть где-нибудь охрана? Можно ее позвать? Потому что молодой человек, вас здесь не звали. Здесь, собственно, лекция. У нас есть согласованный регламент. Понимаете, у нас марафон. У нас все уже договорено. Поэтому, пожалуйста, идите вот туда, попейте кофе, отдохните, а я, собственно, продолжу. Итак, дорогие друзья. Обратили внимание, да, что ученые – это очень скучные люди. А скучные они потому, что занимаются очень скучным делом, правильно, наукой. Да что вы, скучные люди? Знаете, вот если бы не такие, как мы, а скучные, как вы говорите, то вот такие, я не знаю, как его назвать, весельчаки-мечтатели, вы вообще бы без нас, без скучных людей, не сделали бы вообще ни одного научного открытия никогда в жизни. Ну, знаете, это перебор. Это перебор. Знаете что, если бы мечтатели не мечтали, то вот этим ученым просто нечего было бы открывать. Потому что, и вот наши зрители не дадут мне соврать, хорошая мечта, правильная, сильная, это 60% успеха. 60? 60? Слушайте, давайте вот вы пойдете, отдохнете, и со всеми вместе посмотрите, и послушайте, что скажу я. И тогда все поймут, кто из нас прав. Идите, отдохните. Постойте, постойте, уже много часов идет прямой эфир. Я знаю, как ученые читают лекции, это мы уйдем на завтрашний день. Давайте мы сейчас с вами проведем научный эксперимент. И, собственно, пусть наши зрители, у нас все-таки есть право выбора у нас. Давайте проведем эксперимент. Пожалуйста, напишите в чатах, что бы вы сейчас хотели услышать вообще. Очень скучную, занудную лекцию, непонятную, либо интересную, эмоциональную, полную приключений историю. Это у вас очень какое-то неправильное голосование. Слушайте, в этом году их и так уже слишком много. Вы неправильно ставите вопросы? Пишите, пишите, пишите. Сейчас мы узнаем ответы. Ну, чтобы чего нам, целый час с интересом проводить нужно? Да ну, конечно же, они напишут, что там интересное что-нибудь, мы хотим что-нибудь интересное. Ну, потому что вы не так ставите вопросы. Так, есть у нас ответы? Видите, людям сразу стало интересно, поэтому они думают над ответом. Ага. Ну, допустим, что они хотят интересное. Ну, очевидно, очевидно, очевидно. Даже вот господа операторы сидят, очевидно, что они хотят интересную историю. Я вам вижу улыбки на их лицах, потому что, наконец-то, кроме багажа знаний, можно немножко там улыбнуться, почувствовать каких-то эмоций и так далее. Хорошо. Тогда другой вопрос. Скажите, напишите, пожалуйста. О, видите, Павел Владимирович, два-два, все два-два. Ну, потому что зрители у нас достаточно образованные и умные люди. Хорошо. Уважаемые зрители, тогда напишите, а что вам больше нравится? Учиться, вот как наш многоуважаемый ученый, либо мечтать, фантазировать, думать о хорошем? Сейчас, сейчас. Вы что, вы действительно не понимаете, какой будет ответ? Я предполагаю, какой будет ответ. Я тоже предполагаю. Вы опять ставите неправильные вопросы. Понимаете, это очень нечестно. Вот так на голосовании делать ответ, который уже, в принципе, подразумевает, собственно... Подождите, у нас научный эксперимент. У нас все очень понятные, внятные вопросы. Видите, учиться меньшинство, много людей хотят... А, есть люди, которые хотят и мечтать, и учиться. Отлично, отлично. Тогда, тогда я расскажу историю. Вы уже, значит, сидите и сидите. Если будут вопросы, задавайте. Итак, начнем нашу историю. Еще один вопрос. Вы можете ответить на него по ходу нашей истории. Знает ли кто-нибудь из вас, А вообще, откуда берутся мечты? Вы пока пишите, а я вам расскажу, как все планеты Солнечной системы произошли от одного огромного взрыва, как все живое на Земле произошло от одной клетки, так и все мечты произошли от одного столкнувшегося когда-то с Землей – мечтеорита. Извините, я, наверное, плохо слышу. Я один, наверное, это услышал. Вы хотели сказать «метеорита». Нет, нет, именно мечтеорита я и хотел сказать. Так вот, друзья, мечтеорит ударился о Землю и разлетелся на миллиарды, миллионы осколков. И вот с тех самых пор они летают по нашей планете и, естественно, как вы догадываетесь, попадают людям в головы. Хотя бы теория вероятности нам говорит об этом. И если этот осколок попал в голову такого человека, то все, у человека появляется что? Даже ученые могут подсказать, правильно, мечта. Человек теряет покой и сон, пока он эту мечту не осуществит. И, естественно, что… А, да, если это мечта… Осколок большой. Мечта сильная. Соответственно, эта мечта владеет не только этим человеком. Она заражает вокруг себя всех. И мечта, в отличие от человека, не может умереть. И даже если человек не успеет осуществить свою мечту, то осколок мечтеорита будет попадать в следующего, в следующего, в следующего до тех пор, пока мечта не осуществится. Слушайте, да это же невозможно. Ну, послушайте, ну что вы несете на такую огромную аудиторию? Послушайте, здесь же собрались образованные люди. Все прекрасно знают, что мечты – это просто физиологическая потребность организма. Я не знаю, такая же, как там поесть, поспать. Просто когда мы мечтаем, снижается психологическая нагрузка на организм. Я чувствую, что психологическая нагрузка на зрителей сейчас повышается. Вот удивительные люди, ученые, обратили внимание, да? Они даже про мечту умудряются рассказывать удивительно скучно. Павел Ильич, вы присядьте, присядьте, присядьте. Я сейчас все расскажу. Хорошо. Так вот, поскольку мечтеорит прилетел из космоса, то, соответственно, самые сильные, самые мощные мечты – это мечты про космос. Вот, кстати, нам ответили. Мечты берутся из головы, из мозга, глаз, из души. Вот из души мне нравится. Но это уже устаревшее понятие, 19 век, в 21 веке очевидно, что мечты берутся из мечтеорита. И вот про одну такую мечту про космос я и хотел бы сегодня рассказать. Вот, это подлинный осколок мечтеорита. Итак, начнем. Пожалуйста, заголовок можно. Итак, началось это давно, 150 или около того лет назад жил, был в Москве Румянцевский музей. Вот. Узнаете наверняка, да? Он сейчас есть, вот это здание, на воздвиженке. Ну, музей, понятно, это книги, рук, какие-то старинные костюмы. И вот в этом самом музее была библиотека. И вот в то время, где-то 150 или около того лет назад, работал в той библиотеке один очень странный старичок. Действительно, это был очень странный старичок. Ну, представляете себе, он такой маленький, сагбенный, седые волосы растрепанные, борода, усики. Значит, и зимой, и летом ходит в одной одежде. Сейчас, позвольте. Ну, вот что-то вот в какой-то такой вот кофте. Жалование получает маленькое. И то жалование, которое получал, раздавал бедным студентам. Ел только чай с черным хлебом. Он жил в маленькой коморке, где из убранства были только сундук, стул и масляная лампа. Но при этом не было ни одного вопроса, на который вот этот старичок не мог бы дать ответа. Вот, к примеру, приходит к нему инженер. Нужно ему найти ответ про какую-нибудь там гайку. И вот этот старичок смотрит так на этого инженера, говорит, сиди, мил человек, сейчас я быстренько найду тебе ответ. Убегает, через 10 минут возвращается, приносит нужную книгу. Счастливый инженер идет заниматься своим делом. И самое интересное, что не было в Москве образованного, интеллигентного человека, который не хотел бы познакомиться и пообщаться вот с этим стариком. Но не то, что в Москве. Сам Лев Николаевич Толстой приезжал из Ясной Поляны, чтобы пообщаться вот с этим странным старичком. Слушайте, вы тут рассказываете там про какого-то старичка? Скажите, хоть как его звали? Да, да, да. Так вот, звали этого старичка Николай Федорович Федоров. Никто не знал, откуда он появился. Знали только, что он жил долгое время в России, преподавал историю, географию, потом пешком пришел в Москву. А фотографии есть у него? Фотографии? Да. Его фотографий не было, потому что, во-первых, 19 век, да, а во-вторых, он запрещал себя и фотографировать, и рисовать. Но! Вы знаете, да, если вот среди вас есть преподаватели, вы знаете, есть такие студенты, которые не слушаются. Вот один студент взял и написал его портрет. Вот этот портрет только и остался. Видите, сидит Федоров, руки в рукава кофты спрятал и о чем-то думает. А думает он вот о чем. Вот живет человек, да, живет сто лет, дай Бог, если, обычно меньше. Живет он, развивается, у него появляются дети, а потом он умирает. И никогда человек не узнает, а что же будет дальше на земле вообще с людьми. А ведь хотелось бы узнать, что будет с землей через сто лет, через тридцать, через тысячу. Вот. Но, думает Николай Федоров, человечество такое умное... Люди же умные. Они наверняка придумают способ, как жить очень долго или вообще вечно. И тогда, логично, если мы сможем жить вечно, мы сможем жить и в мире согласен. И тогда люди будут жить на земле, пока она будет существовать. А ему говорят, послушайте, ну что вы такое несете-то? Ну, как вы сказали, Николай... Николай Федорович, да. Да, послушайте, ну что вы такое говорите? Вот земля, она у нас, значит, существует. Она как-то появилась, значит, ее до этого не было. Значит, может такое стать, что и земли-то нашей не будет. Ну, я не знаю, например, солнце вот возьмет и погаснет, ему говорят. Да. А по-вашему, люди уже живут вечно. А где же они будут жить, если не на земле, а? Где? Я не знаю, что они в космосе, что ли, будут жить? Точно! Точно, говорит Николай Федоров, в космосе и мечтает дальше. И вот, понимаете, придумать бы этот способ, как, перелетая с планеты на планету, отправиться в космос, ну, наверняка найдется какая-то другая земля, на которой мы сможем жить вечно. Лететь друг к другу в гости и так далее, и тому подобное. Да ему говорят, а послушайте, Николай, как вы его сказали? Николай Федорович. Николай Федорович, вы придите в себя, и, дорогие друзья, я смею вам напомнить, взгляните в окно, дорогой мечтатель, на дворе 19 век. Вот, посмотрите на эти радостные лица. Там же в 19 веке-то ничего нет. Нет, у них интернета нет. Wi-Fi того нет, самого элементарного. У них даже компьютеров и тех нет. Они печи дровами топят. У них ничего нет. Вот они и грустные все. Значит, нам нужно, чтобы это все появилось. И вот, кстати, дорогие зрители, напишите, пожалуйста, я понимаю, что нас смотрят образованные люди, почти как вы, Павел Владимирович. Напишите, пожалуйста, а как называются эти люди, которые занимаются, совершают открытия? Люди, которые знают то, о чем другие даже не догадываются? Как называются? Я думаю, судя по комментариям, многие даже образовании нас двоих вместе взяты. Ну и что? Ну, посмотрим, что же они скажут. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Но я-то уже знаю ответ. Да? Да. Я-то уже практически его знаю. Сейчас, сейчас. Сейчас. Это очень важный момент. Это очень важный момент в нашей истории. Я думаю, что будет очень много всяких разных вариантов по этому поводу. Задумались? Пока я думаю, правильно. Ну, пока это просто все синонимы к моему имени. Гении, первооткрыватели, ученый, инноватор. Понятно. Видите, почему современная наука так развивается? Потому что некоторые ученые думают о себе слишком много. Ответы, в общем-то, верны. Но меня больше всего, гении, первооткрыватели, да, больше всего, я согласен со словом, ученые. Вот. Вот к этому, собственно, и пришли. Значит, ученые-то вам все-таки нужны. Правильно? Но нам нужны не просто ученые, не такие простые, молодые, но перспективные ученые, как вы, а суперученые. И вы не представляете, каким этот суперученый оказался. Итак, представьте себе. В это время, 150 или около того лет назад, жил мальчик, которого звали Костя Циолковский. Вот, собственно, его детский портрет. Один из немногих сохранившихся. Жил он в Рязанской губернии, в семье простого лесничего. Но вот этот Константин, как и многие из вас, больше всего на свете любил учиться. Он еле дождался, когда ему исполнилось семь лет, и буквально ломанулся в эту самую рязанскую школу на учебу. Да, только вот, знаете, вот есть такие вот дети, я не знаю, вот у которых с самого начала все идет не так. Вот с самого рождения все у них идет наперекосяк. Он, вы сказали, в семь лет пошел в школу, а в девять он уже заболел с карлатины. Ну, это когда горло сильно болит. И при чем здесь это? У нас вообще сейчас половина мира болеет, и что? Ну, и что, все половины мира и выздоровели. А вот этот Костя ваш Циолковский, он был такой невезучий, что у него даже начались осложнения. И он, собственно, от этого дела еще взял и оглох. Чего? Оглох он, говорю. Почти оглох он. Ну, и что, это все равно ему мешало учиться в школе, потому что он просто не слышал, что ему говорят учителя. Нет, нет, ему мешало то, что, поскольку когда ты очень плохо слышишь, тебя плохо слышат твои друзья. У него друзей от этого почти не осталось. А касаемо учебы, он перешел, простите, на домашнее образование, и к 17 годам прошел всю эту школьную программу и поехал поступать в Москву. Вот, и напишите, дорогие друзья, в комментариях, очень быстренький такой проходный вопрос. Он поступил или нет в Москву? Напишите просто да, нет, плюс, минус, что-нибудь такое. Я думаю, что все-таки будет дан верный ответ, потому что, судя по тому, как началась жизнь и творческий путь Циолковского, я думаю, они все поймут, чем именно это закончилось. Конечно, он поступил, очевидно же, что вы. Что? А не надо подсказывать. Ну, конечно же, да, не поступил. Да, большинство за поступление. Конечно же, он не поступил, не надо быть такими оптимистами. Не поступил! И вы представляете, вот он идет по Москве, дождик такой идет, знаете, противный такой звук, он, значит, идет, холодно, голодно, домой возвращаться надо, а не с чем. И он, собственно, идет такой, смотрит, читает название улицы. Вот движенка! Но мы-то с вами уже знаем, что это была за улица. А он, значит, идет, думает, ну, надо погреться, смотрит, какое-то здание стоит. Он туда заходит, а там библиотека. Но мы с вами уже знаем, что это была за библиотека. Ну, и думает он, и хорошо, что это библиотека. Там тихо, спокойно, и просто посидит, там возьмет книжку, накроется чем-нибудь, собственно, и все. И видит старичок какой-то сидит, странный какой-то старик. Но мы с вами знаем, что этот старичок был Николай Федоров. И вот Николай Федоров смотрит на этого самого Константина и говорит, тебе, милый человек, какую книжку-то привезти? Вот, он у него только спросил, а этот Костя как начнет на всю библиотеку. Да не нужны мне никакие ваши книжки, ничего мне не надо. Я всю жизнь, и невезучие, ничего мне не получается. Вон они все сидят, вот они смотрят, улыбаются, понимаете. Они вообще ничего всю жизнь не делают, им все самим в руки идет. А я вот так вот тут и помру, невезучие, в общем, не надо мне ничего всего. А Федоров ему и говорит, то, что ты хочешь учиться, это очень хорошо. А то, что ты на невезение пеняешь, ты зря. Потому что человека, если он чего хочет по-настоящему, его ничем не остановить. Посмотрел так и говорит, иди-ка ты ко мне в ученики. Костя спрашивает, у меня в ученики? Ага, ага. Только ты знаешь, там нужен человек такой, который имеет суперспособности. Он спрашивает, а у меня какие суперспособности? А ты говорит, завтра приходи и узнаем. И вот так Константин Циолковский начинает учиться у Николая Федорова. На следующий день он приходит к нему. Николай Федоров говорит, ну что, будем, значит, теперь прокачивать твою суперсилу. Он спрашивает, что, что, что прокачивать? Суперсилу, говорит. А какая же во мне она суперсила? А ты говорит, посмотри, вон, позади, значит, это на столе. Он смотрит на стол, а там книг кучи. Он спрашивает, а это вообще, что это такое-то? А это твои суперзнания. Да вы чего, с ума сошли? Эти же книг, их до неба. Книг до неба, а знания они тебе дадут еще выше, чем небо, до космоса. И приступили. Дает ему Федоров первую книжку. Ну, вот такую маленькую-маленькую. В чоб! А тяжелая какая! Он ее поднял, еле-еле прочитал первую страничку. Вторую страничку. Говорит, все, забирайте ее. Мне интерес, у меня ничего не получается. Я тупой. А Федоров и говорит, если ты чувствуешь, что сейчас тяжело, значит, скоро будет, легко. Надо просто потерпеть. Читай следующую. И вручает ему. Он ее прочел один разок, вторую страничку еще приоткрыл, третью. Говорит, ну-ка, ну-ка, давай мне еще. Давай, ничего. Прочитал еще одну. Четвертую прочитал. Пятую. Шестую. Говорит, старик, неси еще. Читает так, высшая геометрия, высшая алгебра, дифференциальные интегральные исчисления. Так, о, Гарри Поттер. Так, это случайно попалось. Ладно. Читает еще. Строковая, пятьдесят шестая, десятая. И так прошло три года. И вот через три года Федоров говорит, стой, Константин. Книжки у нас закончились. Как, все? Да, всю программу прошли раньше срока. А теперь, говорит, теперь, говорит, будь здоров. А? Будь здоров, говорю. А? И это самое. Помни про наше общее дело. И вот мечту, мечту, мечту нашу не забывай. Когда придет к тебе кто-то, вот как ты ко мне когда-то, придет, ему нашу мечту передай. А? И вот так Костя Циолковский уезжает в город Калуга и становится ученым Константином Этуардовичем Циолковским. Он преподает в Калуге, в гимназии. Математика, физика, химия, все дела. Значит, и продолжает заниматься наукой. То есть прокачивает свои суперспособности. Да мучает он просто соседей, потому что они постоянно к нему стучатся. Они слышат, что у него что-то взрывается, бурлит, кипит постоянно. Но мы помним, что он почти глухой, поэтому он не обращает внимания на общественный толк и продолжает работать. И вы представляете себе, через три года он совершает первое научное открытие. Как вы думаете, какое? Не думаете, не знаете, а я вам скажу. Это известнейший факт. Кинетическая теория газов. Потом еще одно открытие, простите. Потом третье. А когда совершаешь это открытие, ну хочется поделиться хоть с кем-то. И не просто с кем-то, в 19 веке. Ну конечно же, конечно же, самым главным ученым того времени в России. Это химик Дмитрий Иванович. Правильно, Менделеев. И Циолковский, ну он был грамотный человек, понимаете. Он написал ему письмо, рассказал про свои открытия. Отправил все это в Петербург. И ждет ответа. Ну и конечно же он получил письмо. Получил ответ. Собственно, как вас Константин? Эдуардович. Да. И Менделеев он отвечает. Константин Эдуардович, я очень впечатлен. Это у вас просто замечательное открытие. Но, понимаете, есть просто всего лишь одно маленькое но. Понимаете, все эти открытия были сделаны до вас другими людьми. Но вы, пожалуйста, не унывайте и продолжайте упорно трудиться. Не знаю, как вы, а Циолковского несколько возмутил такое отношение гения к нему. И он, значит, садится на поезд, приезжает в Петербург к этому Менделееву и говорит, знаете что, Дмитрий Иванович? Вам легко говорить? Тоже мне. Работайте дальше. Я, может быть, не буду дальше работать, не буду дальше заниматься наукой. Я до всего дошел своим умом. А вы, вон, эту таблицу вашу, эти химические элементы, вон все знают. Во сне увидели. Может, я тоже сейчас сяду вон здесь и буду во сне открытие совершать. Тоже мне. Слушайте, Менделеев ему отвечает. Послушайте, я вас совершенно не хотел обидеть. А уже обидели. Ну извините, но это меня и не волнует. Послушайте, дело в том, что если вы смогли открыть то, что уже открыто, почему вам не попробовать открыть то, что еще не открыто. А вот, кстати, вы затронули сейчас таблицу мою. То вы знаете, возможно, вообще вся моя жизнь вела к этому открытию. И рассказал Менделеев свою историю. Вы даже не представляете себе, что Дмитрий Менделеев родился с 17-м ребенком в семье. Но мама его очень любила. Она всех детей точно знала в лицо. Даже их угадывала иногда. Но Диму она любила больше всех. И, собственно, когда пришло время, она решила, что он обязательно должен поехать и поступить в Санкт-Петербург. Собственно, учиться. Но он, как и в школе ничего не делал, оботрясничал, так, собственно, и дальше ничего не делал. Но мама все равно собрала всех, всю семью, пересчитала каждого, усадила в карету. И они поехали за 17 километров, собственно, в Санкт-Петербург. И как вы думаете, напишите тоже быстренько. Скажите, пожалуйста, поступил ли Менделеев, в отличие от какого-нибудь там Константина, какого-то неизвестного Циолковского, собственно, поступил ли сам Менделеев в Санкт-Петербургский университет? Пожалуйста. Можно уже отвечать. Собственно, он лоботрясничал и по пути, пока он ехал туда. Если будут какие-то варианты ответа, можно нам сказать хотя бы, ну, примерные, хотя бы несколько вариантов. Хотя я думаю, что... Да? Нет. Дорогие друзья, у меня вопрос. Подождите, я скажу вслух. Большинство зрителей закономерно считают, что Менделеев, как и Циолковский, тоже никуда не поступил. И где-то треть считает, что все-таки поступил. Вообще кто-нибудь поступает, вообще куда-нибудь, нет? Вот в отличие от бездельника Циолковского, который ничего не слышал, даже из себя, Менделеев поступил, но он все равно плохо учился, ничего там не делал и так далее. А потом случилось неожиданное. Мама его заболела и умерла. А перед смертью она ему сказала, Митенька, настаивай в труде, а не на словах. Люби труд со всеми его горестями и радостями. Ищи божескую или научную правду, а найдя ее, непременно отстаивай. А потом умерла. А потом и сам Менделеев был близок уже к смерти. Только тогда он вообще задумался над словами матери. Он, собственно, принялся за учебу. И знаете что? У него стало получаться. Потому что он просто до этого не пробовал ни разу. Он просто не понимал, что это такое. А тут у него стало получаться до такой степени, что он закончил с отличием этот университет, а потом ему доверили преподавать студентам основы химии. Но здесь опять возникла проблема. Все дело в том, что преподавать-то химию надо было, а учебников тогда еще вообще не было. Но ему коллеги и сказали, ну раз вы такой умный, вы, пожалуйста, напишите учебник для студентов. Основы химии. Дальше мы вас не просим. Ну, Менделеев думает, действительно, я же настолько умный, я напишу. Он стал писать. Нужно было описать достаточно много химических элементов на тот момент, но не столько, сколько открыто уже сейчас. Но он описал всего лишь 8 элементов, и получилась вот такая огромная княженция. Ну, его коллеги спрашивают, слушайте, дорогой Дмитрий Иванович, это вот на 8 элементов вот такая княженция. Да. А остальные 56 у нас что будет? Отдельный шкаф для основ химии? Там дальше пойдет и так, ну как-то многовато. Ну да, и Менделеев думает, да, действительно многовато. Тогда нужно придумать что-нибудь другое. И тут он придумал выдать каждому открытому элементу по карточке. Ну, не те карточки, которые сейчас у вас, а другие. С одной стороны он писал название элемента, с другой стороны атомный вес. И стал искать между ними, собственно, взаимосвязь. Он выкладывает их на своем столе и начинает искать связь. Он ищет первый день, не ест, не пьет. Он занимается только этим делом. Потом второй день, потом третий, потом четвертый. И вот когда он уже не мог противиться сну окончательно, он пришел к кушеточке своей, присел на секундочку. И тут вдруг, вы представляете, от внезапного порыва ветра у него вдруг распахивается окно. Менделеев смотрит, как ветер врывается в его комнату, поднимает эти самые карточки со стола. Менделеев смотрит, как они кружат по его комнате. Он в шоке кричит, чтобы они наконец-то остановились. И тут вдруг они раз, все единым махом остановились и начали выстраиваться сначала в один ряд, потом во второй, в третий. И вот когда последняя карточка встала на свое место, Менделеев посмотрел и все понял. Он тут же проснулся, ну, оказывается, он просто вообще все это время спал, и он побежал к столу записывать то, что он увидел. И что же он там увидел? А он увидел, собственно, вот что. И я думаю, что все наши многочисленные зрители вспомнили боль из детства и, собственно, знают, что это такое. Это таблица кого? Периодическая система химических элементов. Хорошо, молодец, подготовился, четыре. И, собственно, это ему и приснилось. И, как показала история, он был совершенно прав, несмотря на насмешки своих коллег. Так, собственно, вот видите, например, вот здесь, в таблице Менделеева, есть вообще пустые клетки. И Менделеев говорил, что просто этот элемент еще не открыт. А когда его откроют, собственно, он идеально попадет вот в эту таблицу. Да, такое не приснится, сказал Циолковский. Да, Менделеев у него спрашивает. Так, слушайте, я чего-то немножко увлекся, у нас же космос, да? Собственно, вы чего хотели-то, молодой человек? Я работаю над проектом полета человека в космос, сказал Циолковский. Да, это делов-то. В общем, идите и летите, говорит Менделеев. И вот вдохновленной встречей с Менделеевым Циолковский возвращается обратно в Калугу и начинает думать, думать, как бы им придумать этот, собственно, способ. Мы с вами помним, да, сейчас на дворе в это время XIX век. На чем в XIX веке могут люди летать? Можете даже написать, интересно, вдруг вы знаете информацию, о которой мы еще не знаем. XIX век, вы говорите? XIX век, да. Это еще даже... В середину XIX века даже еще нет наушников, да? Это понятно, очень смешно, очень смешно. Ну скажите вы, скажите вы, подскажите нашим жителям. Нет, что я буду говорить, то понимаете, вот есть воздушный шар, например, вот говорят, есть дирижабли, например. Естественно, Циолковский решает, что мы с вами полетим в космос на воздушном шаре или дирижабле. Послушайте, ну вы что? Но я же специально уточнял, что, дорогие друзья, это XIX век, но все-таки на воздушном шаре, куда вы улетите? Он же летит туда, куда дует ветер, вы не сможете им управлять. Во-вторых, этот, собственно, купол воздушного шара, он изнашивается, и он может разорваться тоже в любой момент. А плюс ко всему смесь водорода, которым накачивают купол с кислородом, может вообще создать взрывоопасную смесь, и вы просто взорветесь там и упадете вниз в Тамбов. Да, да, да. Циолковский понял, что на воздушном шаре не улетишь. Но тут надо напомнить вам, что Циолковский был не один. Он был счастливый семенин, у него множество детей, жена прекрасная. Кстати, пожалуйста, если кто знает, напишите, пожалуйста, как звали жену Циолковского. Будет очень интересно, особенно для господ ученых. Так вот, что происходит? Тут к Циолковскому в момент его раздумий подходит его прекрасная жена, имя, которое мы скоро узнаем, и дает ему, допустим, вот такой чай. И Циолковский берет чай, начинает помешивать ложкой, смотрит на ложку, на жену, на чай, и вдруг понимает, из чего сделана ложка. Я не буду вас спросить, писать, вы видите, да? Ложка сделана из металла, но при этом эта ложка не плавится в горячем чае. А что, если нам воздушный шар сделать из металла? Тогда он не сломается, и накачивать его не теплым воздухом, а как раз теплым воздухом, а не взрывающимся водородом. Только не говорите, что вот такие металлические шары не полетят. Да, он может полететь, понимаете? Там действует такой же принцип. Циолковский, кстати, нарисовал тут же модель вот такого дирижабля. Там действует такой же принцип, понимаете, как, собственно, когда не тонут нефтяные танки. Я согласен, да. Потому что, собственно, на предмет, помещенный в воду, действует сила, пропорциональная, собственно, выталкивающая сила, сила Архимеда, пропорциональная плотность. Так. Но поймите, то же самое действует и нарастат в воздухе. Но, поднимаясь ввысь, будет постепенно снижаться плотность воздуха, понимаете? В космосе, как многие из наших зрителей знают, вообще плотность воздуха практически равна нулю. Так что вы ни на каком воздушном шаре, металлическом, пластмассовом, никуда не улетите. Циолковский задумался. Да, это правда, никуда не улетишь. Но мы помним, что он был счастливый семенин. Поэтому к нему в один из его дней раздумий снова подходит кто? Правильно, жена. У нас нет имени жены все еще, да? Еще не знают. Погуглите. Погуглите. Так вот, эта прекрасная жена подходит к нему и говорит. Константин, дорогой, ну чего ты сидишь дома? Посмотри, вот вас за окно, птицы поют, солнышко светит. И тут Циолковский. Кто поет? Птицы. Птицы. У птиц же есть эти самые крылья, они летят. Значит, мы сможем с вами отправиться в космос на металлической птице. И Циолковский тут же, тут же делает чертеж вот такого моноплана, похожего на современный самолет с обтекаемым фюзеляжем, убирающимся с шасси. Да это очень хорошо все, но что же вы такое неугомонны? Вы понимаете, что самолет летит из-за подъемной силы крыльев? Ну? В формулу подъемной силы крыльев входит плотность воздуха, о которой я говорил ранее. С высотой плотность воздуха уменьшается. В космосе, в общем, ни в каком самолете вы никуда не улетите. Что вы такое? Не улетишь, понял Циолковский. Но мы помним, что он счастливый семянин. К нему тут же подходит жена, которую зовут Варвара Евграфовна. И говорит, Константин, что ты сидишь здесь, вон дети ходят там, значит, у нас много детей. Не погуляй с ними, обещаю им фейерверк запустить. Хорошо, хорошо, говорит Циолковский. Берет эти самые фейерверки, выходит во двор, запускает фейерверки. И тут, вы понимаете, да? Вот тут Циолковскому и приходит идея, что нам нужно вот это вот реактивное движение. Потому что при реактивном движении кораблю, неважно где он летит, реактивное движение толкает само себя. Вот. Да послушайте, этот ваш фейерверк, он просто взлетел на небольшую высоту и упал. А по самой же, той же формуле, которую Циолковский вывел. Понимаете, нужно больше топлива, чтобы вырваться из атмосферы Земли и попасть в космос, понимаете? И по Циолковскому нужно было наполнить вот эту вашу ракету на 99% топливом. А где же у вас там будет, собственно, экипаж? Где у вас будет там продовольствие? Да и вообще все остальное. Но Циолковского было уже не остановить. Если нам мало одной ракеты, мы сделаем три ракеты. Или, как называется у нас по-русски, три ступени. Вот, к примеру, представьте себе, как будет выглядеть ракета, предполагает Циолковский, который не был в космосе, как вы понимаете. Вот у нас ракета, три ступени. На старте подается топливо из нижней ступени. Ракета отрывается от Земли. Пролетает какое-то расстояние. Топливо в первой ступени выгорает. Ступень отбрасывается. Ракета становится легче, летит дальше, достигает околоземной орбиты. Вторая ступень выгорает, тоже отбрасывается. Ракета становится легче. И вот тут уже начинает работать третья ступень. И вот тут, как предполагает Циолковский, мы становимся с вами, как Луна. Мы становимся искусственным спутником нашей Земли. И мы начинаем вращаться вокруг ее орбиты. И тут, это пишет Циолковский, в конце 19 века, все предметы, поскольку сила земного притяжения перестает действовать в той степени, в которой она действует на Земле, все предметы отрываются, и начинается невесомость. И это только начало, говорит он. Мы с вами, мы с вами, не знаю, мы сможем на околоземной орбите построить космические жилища. Мы сможем там жить, есть, пить. Ну все как на Земле. А, извините, один маленький вопрос всего лишь. Скажите, пожалуйста, а кислород у вас там тоже будет как на Земле? Ой, слушайте, напишите этому многоуважаемому ученому, как получается кислород с помощью каких процессов. Напишите, напишите, пожалуйста, напишите. Пишите, просто чтобы зафиксировать потом, что это есть умные люди, которые это понимают. Потому что даже дети знают, что кислород получается из чего, господа операторы? Из растений. Процесс фотосинтеза. Так значит, нам нужно просто в наш космос, вот, в космос просто перенести оранжереи. Они будут выделять кислород. Вот, пожалуйста, живем, дышим. И это только начало, говорит Циолковский. Дальше. Освоение дальнего космоса. Мы построим целые эскадрильи звездолетов и будем лететь, искать ту самую планету, а может быть, даже их несколько будет, на которых будем жить. Будет жить человечество, да? Земля, колыбель человечества. Но не вечно же нам с вами жить в колыбели. Хорошо, хорошо, хорошо. Последний вопрос. Вот вы здесь много всего наговорили, честно говоря. Скажите, а кто вообще вот это все построит? Так, слушайте, говорит Циолковский. Я все придумал, а дальше сами. О, вот, 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 собственно, вот это ответ. Вот ответ, нормально, несет ответственность за свои слова, да. Собственно, вот поэтому его вот эти экспонаты и мечты, они вырывались не куда-нибудь там в космос, а максимум на какие-нибудь маленькие местечковые выставки. Понимаете, потому что, чтобы все это сделать и воплотить в жизнь, нужен совершенно другой человек. Ну и кто? Здесь, ну, я не знаю, кто, здесь нужно... А давайте спросим. Давайте спросим, кто это построит, кто это может построить. Скажите, пожалуйста, кто, кто это может сделать? Без фамилии, просто какая профессия? Какая профессия, в отличие мечтатель, философ, я не знаю, как еще сказать, инженер, например, да, конструктор, правильно, инженер. Но я даже и с этим не согласен, потому что это должен быть не инженер, а наш суперинженер. А еще, конечно же, нужно, чтобы немножечко поменялось время. Ну и что вы думаете? Так бы Циолковский и пропал. Но тут совершенно неожиданно поменялось время. Сложное время. Неоднозначное. Но оно повлияло на судьбу Циолковского. Страна героев, страна мечтателей, страна ученых. И пусть ты вины вольтут, Ты в крови, там ты вольтут, Текла родимая, необозримая, Незакрушимая моя. Вот представьте себе. В 1927 году в Москве открывается выставка межпланетных аппаратов и механизмов. Тысячи людей выстраиваются в очередь, чтобы посмотреть, как советские граждане представляют будущее. И представляете, больше всего зрителей идет в зал, посвященный аппаратам и механизмам, которые придумал Циолковский. И в этот самый зал приходит и наш следующий супергерой. 21-летний авиаконструктор Сергей Королев. Вот. Надо сказать, что Сергей Королев – это настоящий супергерой. Вот это вот такой человек, который с детства у него все получалось. Значит, самый сильный в классе. Всех развлекает. Прирожденный лидер. И самое главное, еще и разбирается в планерах. Вот. Это, конечно, модель планера. А он разбирался в настоящих планерах. И так хорошо разбирался, что его без экзамена взяли в Киевский политех, затем взяли в Москву. И вот представьте себе, ему еще нет 20 лет, а он. Днем он занимается в конструкторском бюро, вечером учится в высшем техническом училище, а по ночам собирает вот эти планеры. И спустя некоторое время он собирает планер К5, если я не ошибаюсь. И на его планере, на К5, впервые в мире была совершена мертвая петля. Знаете, как это? Ну, я сейчас покажу. То есть планер, аппарат без мотора, внутри сидит человек, и вот планер с помощью только этих механизмов делает вот такую вот фигуру и летит дальше. А? И вот наш авиаконструктор Сергей Королев идет на эту самую выставку. Он думает, неужели я сейчас увижу то, о чем я читал, о чем я мечтал, эти аппараты Циолковского. Он приходит, все это видит, тут же садится в поезд, едет в Калугу, встречается с Циолковским. И Циолковский рассказывает ему про мечту о полете в космос. И Королев, который был еще и красноречивее всех, сказал, что покорять космическое пространство – наша цель. Да послушайте, как он это будет делать? Что это за романтизм какой-то появился? Королеву нужно строить, собственно, самолеты, а не вот эти вот ваши ракеты с каким-то космосом. Стране нужны бомбардировщики, а не эти ракеты. Понимаете, кто ему позволит тратить время и ресурсы на эти мечты, которые вообще могут быть неисполнимыми никогда? Дело в том, что Сергей Королев был еще и упорнее всех. И вот представьте себе, в 1927 году он встречается с Циолковским, а в 1933 году, в августе месяце, он уже собирает первую действующую модель ракеты. Была она где-то 2,5 метра высотой, весила 19 килограммов. Вместе с группой любителей реактивного движения они запустили эту ракету с пустыря, она взлетела на 400 метров, ну, упала, понятное дело. А Королев, который был еще и красноречивее всех, сказал, советские ракеты покорят космическое пространство. А потом раз и прошло 10 лет. И на дворе уже, дорогие друзья, 43-й год. Вот, разумеется, вы все знаете, но можно написать в чате, что происходило в это время в нашей стране. И, собственно, стране-то нужны были не ракеты вот эти ваши, а новейшие бомбардировщики. А ракета вот эта ваша, которую он запускал на 40 метров, которая упала, так дальше никуда и не взлетела. И вот мы с вами видим, как ночью на крыше одного секретного конструкторского бюро сидит Сергей Королев. Сидит и думает, что дело не в бомбардировщиках. И не в том, что я несколько лет просидел на Колыме, подорвал здоровье и силы. Нет. Беда в том, что вот как 10 лет назад ракета взлетела на 400 метров, а как выше лететь, непонятно. Кризис идей. Я как трамвай. Иду по рельсам, уперся в стену, что-то делать дальше непонятно. Молодой человек, а вы не пробовали, раз вы как трамвай, собственно, вы не пробовали, пойти, собственно, в сторону. Так сказать, свернуть, если вам не трудно, если вы еще не до конца трамвай. Королев оборачивается и видит мужчину. Он уже раньше его где-то видел. Очень уж у него запоминающаяся европейская внешность. Вот такая. И что? А, собственно, вот что. Этого человека звали Роберто Бартини. Итальянский авиаконструктор и инженер, который пожелал остаться и работать в Советском Союзе. И, собственно, этот человек был очень уважаем и очень талантлив. Собственно, к нему всегда обращались в самых сложных ситуациях и говорили, что если ваша задача нерешаема, отправляйте ее, собственно, к Бартини. Если он не знает, как ее решить, то тогда ваша проблема абсолютно и уже точно, бесповоротно нерешаема. Роберто Бартини. Вот этот Роберто Бартини говорит Королеву свернуть в сторону. Это что такое вообще? Вы про что говорите? А, и вот тогда, собственно, этот итальянский талант, собственно, поведал Королеву про Триззе. Теория решения изобретательских задач. Собственно, они решали вместе с Королевым очень-очень много подобных задач. И, собственно, так Королев и прокачался. И тогда, вот после этого, Сергей Королев и стал суперинженером. И теперь, теперь они вместе с Бартини занимаются, как в юности. Днем они собирают бомбардировщики, по ночам придумывают ракеты. А спустя немного времени, когда советское государство решает заняться ракетостроением, выяснилось, что кроме Сергея Королева, никто, как Сергей Королев, не знает так много про ракетостроение. И вот теперь у него каждый день расписан по минутам. Одновременно он работает над созданием межконтинентальной ракеты, над искусственным спутником Земли, который он в 1957 году, как вы все прекрасно знаете, запускает в космос. А спустя 4 года, 12 апреля 1961 года, Сергей Королев запускает в космос первого человека, которого вы прекрасно все знаете. Зовут его Юрий Гагарин. И вот, давайте посмотрим, как это было. Я буду вам транслировать команды. Прием. Заря один, я Кедр. Вас понял, занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Ключ на 13. Ключ на 13. Есть 13. Зажигание. Кедр. Я Заря один. Зажигание. Валя у вас дается. Зажигание. Желаю вам доброго полета. Я Заря один. Мы желаем вам доброго полета. Все нормально. Поехали. Дай в том, что вы откресли. Вот, собственно, вот так и сбылось пророчество Циолковского. Земля-колыбель, но не вечно же нам жить в колыбели. А Королев, который был красноречивее всех, сказал, что вот, советские ракеты покоряют космическое пространство. И вот теперь представьте, вы помните нашу цель, да, Федорова, цель найти новое место жизни для Земли. Вот куда сейчас человечеству полететь? Предлагайте варианты. Куда в первую очередь? Вот прям очевидный вариант. Куда лететь человечеству? Напишите, пожалуйста. Понятно, что не в Петербург, а куда-то подальше. Напишите. Куда? Вот 61-й год. Луна. Вот совершенно верно. Давайте попробуем на Луну. А, Луна? Да. Слушайте, если вы вообще задумали куда-нибудь лететь, мне кажется, что это, конечно, очень плохая идея, и ладно. Но Луна, это, кстати, ближайшее небесное тело, собственно, к нашей Земле. Она находится всего лишь в каких-то трехсот восьмидесяти четырех тысячах километров. Многие вообще полагают, что Луна – это просто безжизненное небесное тело, которое вообще придумано для того, чтобы отражать солнечный свет и освещать нам дорогу ночью, если мы заблудились и забываем вообще, собственно, путь домой. Это все очень интересно. Но сможет ли человечество найти новый дом на Луне? Слушайте, вы, собственно, там не сможете жить, существовать и так далее. Можете только там собирать грунт, который пригодится нам здесь на Земле. А так, собственно, Луна в этом смысле абсолютно бесполезная. Подождите, почему же бесполезно? На Луне силы притяжения меньше. Соответственно, на Луне можно поставить базу, с которой мы будем стартовать. Да, можно, можно, да, конечно же, потому что это будет легче. Но по сути-то это все равно не дом. Хорошо, напишите-то следующий очевидный вариант, куда человечество может поселиться. Где человечество может поселиться? Луна, понятно, все понятно. Марс, вот, прекрасный вариант. Давайте полетим на Марс. Если вы хотите, давайте полетим на Марс. Марс, кстати, он дальше от Солнца, и, собственно, у него достаточно приемлемая температура. У него всего лишь плюс 30 градусов по Цельсию. Это очень хорошо, знаете, там сейчас не помешает. Да, зато минус 127 градусов. Возможно, будет очень холодно. И, собственно, на Марсе вы, если сможете поселиться, то будете жить только в закрытых станциях и перемещаться только в скафандрах. Слушайте, мне кажется, нам это не очень подойдет. Представляете, вы выходите гулять с собакой на Марсе. Вы в скафандре. Собака в скафандре. Поводок в скафандре. Черт-те что, еще в скафандре. А еще-то надо звонить по телефону как-то, если там связь берет, конечно. Нет, нет, давайте напишите, пожалуйста, другой вариант. Может быть, есть еще? Где-нибудь в нашей Солнечной системе? Вариант, куда человечество могло бы полететь в поисках нового дома. Ну, мне кажется, все, уже планеты почти все кончились. Почему? На которые люди хотели. Вот, Венера. Например, Венера. Это, конечно, хорошо. Она по размеру, кстати, очень походит на нашу Землю. И многие вообще полагали еще до освоения космоса, что она покрыта огромными океанами. Это, кстати, Венеру можно увидеть. На горизонте такая маленькая голубая точка. Это прекрасно. И, собственно, многие думали, да, что она покрыта океанами. Но оказалось, что это просто облака, которые отражают солнечный свет, и поэтому у них такой голубой оттенок. То есть на Венере есть атмосфера. Ну, это, собственно, нам ничего не дает. Вы понимаете? Туда отправлялось много, собственно, отправлялось много экспедиций, собственно, но, естественно, без людей. И они все были уничтожены сразу. Это не так. Восьмая экспедиция, даже я знаю, она совершила удачную посадку на Венеру. Да, это было всего лишь несколько секунд, послушайте. Было всего лишь несколько секунд. 40 минут. И она зафиксировала, что там нет никаких океанов и в помине. Там просто выжженная пустыня. Там температура плюс 450 градусов по Цельсию. Хорошо. Есть у нас в Солнечной системе хотя бы какой-то шанс поселиться хоть на одной из планет? Посмотрите, у нас вот сколько их. Ну, вы просто посмотрите. Меркурий слишком близко. Это будет немножко жарковато. А все остальные планеты – это просто газовые гиганты. Я думаю, что никто из нас не мечтал жить на газовом гиганте. Хорошо. Хорошо, значит, нам нужно лететь за пределы Солнечной системы. А как вы туда полетите, интересно? Где же вы возьмете столько энергии-то? Ой, слушайте, даже вот господа операторы, несмотря на то, что они сейчас усиленно работают, прекрасно знают, что в Солнечной системе больше всего энергии находится на Солнце, в самом Солнце. Да вы не понимаете. Ну что же, вы же говорили, что Циолковский умный человек. А он же, собственно, и выявил формулу, по которой, что если мы возьмем всю энергию Солнца и преобразуем ее, собственно, для того, чтобы использовать ее для полетов, то мы сможем развить скорость всего лишь 250 километров в секунду. Всего лишь с такой скоростью до Солнца можно за неделю долететь. Да, да, да. А вот до другой ближайшей звезды, ближайшей звезды, которую называют Альфа Центавра, нам придется лететь 5400 лет. Возможно, кто-то из нас не доживет. И что же нам делать? Да неизвестно. Нам нужно какой-то другой способ перемещения. Понимаете, мы просто не можем вырваться за пределы Солнечной системы. Но, может быть, наши зрители напишут, все-таки образованные люди сегодня писали диктант. Явно, что им нравится обучаться, изучать науку и другие знания. Ну, слушайте, ну вот вы прекрасно знаете, да, в нашей галактике Млечный Путь около, господи, миллионы таких звезд, как наше Солнце. Во Вселенной миллиарды этих галактик, туманностей, газопылевых облаков. Ну, наверняка найдется хотя бы одна планета, на которой человечество сможет жить. Да, возможно. Но вы понимаете, вы начинаете, собственно, не с того. А, собственно, из чего мы сделаем этот корабль, как он будет сконструирован. А главное, как мы будем там существовать во время этого путешествия. И что меня больше всего волнует, что мы там будем есть, что мы там будем пить. Да. Понимаете, какая штука? Пока вопросов больше, чем ответов. Собственно говоря, для чего мы рассказали вам эту историю? Мы рассказали вам о том, как один человек, Николай Федоров, дерзнул подумать о том, что человечество может найти себе новый дом. Но сейчас, в начале 21 века, поиск новой земли актуален, как никогда. Второй человек, Циолковский, герой сегодняшнего тотального диктанта, придумал способ реактивное движение. А Королев это все реализовал. Ну, как выясняется в 21 веке, реактивное движение имеет смысл только в пределах Солнечной системы. Чтобы двигаться дальше, нужно что-то другое. Нужны новые супергерои. Те вы, может быть вы, те вы, кто займется наукой, изобретательством, кто придумает новые способы перемещения во времени и пространстве, кто придумает новые способы, новые системы жизнеобеспечения, каналы сверхдальней связи и так далее, и так далее. Но сейчас человечество стоит перед ужасной проблемой. Собственно, получается, что вся надежда-то на наши будущие поколения. Да. На тех, кто пойдет дальше. А что мы-то с вами сможем сделать? Ну, а мы, мы можем только, собственно, поблагодарить всех. Нет. Нет. Нет? Нет. Мы можем передать нашу мечту, мечту Федорова, Циолковского, Королева и других о полетах в космос. Только помните, что мечта, она не может умереть. И те из вас, кто рискнет заниматься наукой, этим неблагодарным делом, но двигать человечество вперед, что даже если вы не успеете, те, кто идут за вами следом, они обязательно эту мечту осуществят. Ну, а наша, кстати, мечта уже осуществилась. Да. Мы с вами, мы с вами ворвались в прямой эфир тотального диктанта и поделились историей наших мечтателей, супергероев и ученых. Да. Большое вам за это спасибо. Вам спасибо. Дорогие друзья, историю про мечтеорит, его последователей рассказали артисты театра сторителлинга Константина Кожевникова, многоуважаемый Павел Шишлянников. Спасибо большое. И, собственно, Константин Кожевников. Спасибо, спасибо. Ну что, мы поговорим дальше про историю Москвы, еще про что-нибудь. Мы можем, у нас же есть куча других спектаклей, на которые могли бы прийти наши зрители. К нам спешат наши ведущие, чтобы рассказать, что вас будет ждать дальше. Да, ну а, собственно, мы приглашаем наш театр сторителлинга. Собственно, приходите, смотрите, интересуетесь, собственно, в интернете, а у нас есть все и даже чуть больше. А чего пока идут ведущие, давайте расскажем следующую историю. Например, какую? Например, про Петра Первого. Петра Первого? Да. Про княгиню Ольгу. Ну, можно. Про историю основания Москвы. Вы знаете, сколько версий по поводу основания Москвы? Ну, кстати, можно, да, можно. Кстати, а... О, вот, кажется, идут и ведущие. Вот. Да. А можно начать... Я так думаю, что они засмотрелись, потому что все-таки это очень интересная история. Но люди положили жизнь на то, чтобы мы жили лучше. Спасибо. Спасибо большое вам, друзья. Спасибо всем, кто смотрел наш спектакль. Мне кажется, теперь каждый тотальный диктант должен сопровождаться спектаклем. Мы вам шепнем, какая тема следующего года. Обязательно будем надеяться на новое. Друзья, мы провожаем аплодисментами. У нас небольшая пауза трансляции. Мы уходим на видео. Ура. Спасибо вам огромное. Все. Пойдемте.